Из 150 человек, которые живут в этих палатках, почти половина – дети. Здесь им и их родителям предоставляют ночлег, еду и воду. Но самое главное, по словам мигрантов, что здесь они под защитой. На родине многим угрожает серьезная опасность. Правительство Гондураса вместо того, чтобы поддерживать жителей и обеспечивать их работы, только ужесточает режим. В стране процветают преступности и насилие, поэтому люди уезжают оттуда. На сегодняшний день в Тихуане находится около 6 тысяч мигрантов. Все они ожидают возможности подать запрос на убежище в США. Большая часть – граждане стран Центральной Америки. Тихуана всегда была пунктом, через который люди не только с американского континента пытались попасть в США. Но в последнее время ситуация на границе накалилась. Проблема с мигрантами между США и Мексикой обострилась в ноябре прошлого года. Тогда несколько тысяч беженцев из стран Центральной Америки собрались в караван и двинулись в сторону американской границы. Здесь, в Тихуане, их остановили и поместили в лагеря и приюты для мигрантов на неопределенное время. Из тех, кто пришел с караваном, часть попыталась пересечь границу нелегально. Тогда американские пограничники начали применять против мигрантов слезоточивый газ. Миграционная служба, представители которой находились на другом берегу, начали бросать в нас много бомб со слезоточивым газом. Многие женщины пострадали от такого количества газа. Нас кидали перцовые бомбы. Многие дети теряли сознание. После этого инцидента мексиканское правительство под давлением США приняло решение переместить мигрантов вглубь страны. Подальше от границы в город Бариталь. Но люди, понимая, что в этом случае они так и останутся в подвешенном состоянии, не согласились. Полиция применяла силу. Тогда были проблемы. В итоге многие люди остались на улице со своими вещами, потому что они не хотели уезжать в Бариталь. На той же улице, на которой остались бездомные мигранты, открыли погреб, чтобы они могли поселиться там. Почти неделю мы просидели запертыми в погребе. Если кто-то выходил, его сразу забирала полиция. Те мигранты, кому удалось остаться в Тихуане, составили неофициальный список, в котором каждый получил номер в очереди. Ежедневно подать заявку на убежище могут около 40 человек. Я примерно подсчитала, опираясь на то, сколько люди обычно ждут, ждать мне и моим детям придется еще 4 месяца. Уже месяц мы здесь. Самое сложное сейчас – это то, что я не могу работать. И я бы хотела, чтобы мои дети не находились в этом месте. Они болеют. И здесь очень некомфортно для них. Получается, что на родину эти люди вернуться не могут. Вот Мексике они не нужны, а США принимать их не хочет. На прошлой неделе администрация Трампа обнародовала правило, по которому Соединенные Штаты не будут предоставлять документы мигрантам с низкими доходами. Если оно вступит в силу, тысячи ожидающих в Тихуане потеряют последнюю надежду. Тамара Нерсисьян, Давид Айвазян. Специально для НТВ Тихуана, Мексика.